Всем привет! С вами Нирыч и представляю вашему вниманию сборку. Два ядра, два гига, игровая видеокарта под управлением Microsoft Windows XP, сервис пак 3, 32-битный. На сокете LGA 1155, а в качестве накопителя будет использован не один, не два, а целых три жестких диска в режиме RAID 0. Вот такие вот серьезные дела. Чего? И не надо сразу закидывать меня шапками, мол, что ты Нирыч такое творишь на 55-м сокете, какая нафиг 32-битная XP. Обо всем, собственно, по порядку, в конце ролика вы все прекрасно поймете. Лучше давайте приступим к обзору комплектующих, а тут есть на что посмотреть. И первое, с чего начнем, это, конечно же, самая главная вещь в любом компьютере, это материнская плата. Оставляю вашему вниманию Asus P8 Z68-V Pro. Мега жирнючая доска на вышеупомянутом сокете LGA 1155 на чипсете Z68, который поддерживает у нас небольшой разгон по шине и также имеет возможность разгона процессора по множителю, если, соответственно, установлен процессор с индексом K, либо какой-нибудь старый добрый Xeon, купленный в нашем любимом китайском магазине. Тут же с процессором у нас все будет немного попроще. Но давайте продолжим по материнскую плату. По питанию, как вы можете видеть, у нас тут есть возможность подключения 8-пинового коннектора, в нашем случае хватит спокойно 4-пинового, и основное питание 24-пин. 4 слота для подключения оперативной памяти типа DDR3, а это уже, сами понимаете, не хухры-мухры и не абы-горица. А что? Это база. Жирнючая просто охлаждение зоны VRM. Это нам мягко намекает, что плата оверклокерская. Что касается разъемов для карт расширения, то два слота PCI-Express X16 полноценных, один слот PCI-Express X8 и два слота PCI-Express X1. Также имеются два старых добрых слота PCI для того, чтобы мы могли подключить какое-нибудь старое оборудование, возможно, из времен далекого ретро. Что касается SATA-устройств, которых мы можем подключить. Тут у нас имеется возможность подключения двух дисков в режиме SATA 3.0, то есть это 600 МБ в секунду максимальной скорости передачи. Также дополнительно имеются еще два разъема аналогичных, но они на другом контроллере. То есть вот эти два, это контроллер Marvel, вот эти же шесть портов управляются контроллером от Intel, который встроен в чипсет. А вот эти голубые разъемы, это SATA 2.0 с пропускной способностью в 300 МБ в секунду, что тоже довольно-таки круто. Плата имеет возможность включения непосредственно без всякой сборки корпуса, без подключения каких-то проводов. Сразу кнопочкой мы можем ее включить, сразу можем, соответственно, перезагрузить. Куча индикаторов светодиодных о проверке в момент включения исправности оперативной памяти, видеокарты и прочего, прочего, прочего. Также на борту у нас тут имеется Bluetooth модуль версии 2.0. Вот он тут расположен, его, собственно, антенна. Работает прекрасно, замечательно. Сетевая карта у нас тоже тут суровая. Никаких-нибудь паршивых 100 МБ, тут целый ГБ интернета. Возможно, может переварить данная материнская плата. По USB портам. Как вы можете видеть, на задней панели у нас расположено 6 USB портов версии 2.0 и 2 версии 3.0, которые тоже успешно работают. Звуковая карта довольно-таки неплохая с возможностью подключения многоканальной системы звука, типа 5.1, 7.1 и, как говорится, прочего. Имеется также у нас цифровой выход аудио, что тоже, как ни хухры-мухры, фирма все-таки веников не вяжет. Это, можно сказать, жирнючая, околотоповая материнская плата от компании Asus. Что касается видеовыходов. Если есть встроенное видеоядро в процессор, как в данном случае, то изображение мы можем вывести с помощью HDMI, DVI и старого доброго аналогового выхода VGA. А что еще нужно для счастья? На плате есть возможность дополнительно подключить еще 6 USB портов, также 2 USB 3.0. Кучу вентиляторов. Вот опять же, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А 6 штук мы можем тут вентилей подключить, управляя материнской платой. Все очень-таки круто. Что касается поддержки процессоров, то ядра у нас тут поддерживаемые Sandy Bridge, Intel серии Core i7, i5 и i3 2000 линейки, Pentium 6XX и Pentium 8XX. Частота шины аж в 5 ГГц. Максимальный объем оперативной памяти зависит от процессора. Как вы понимаете, существуют 8-гиговые модули, DDR3. Соответственно, в идеале тут можно 32 гигабайта оперативной памяти набрать. Но нам это не нужно, так как Windows XP не может работать более чем с тремя с небольшими гигабайтами оперативной памяти. В нашем случае хватит их 2. И вот такие вот дешманские планки. Я не знаю, их мне кажется уже все сдали в цветмет. Их даже сейчас довольно-таки трудно, скорее всего, найти. Стоят они, соответственно, копейки. Это 2 гиговых модуля Hunix, заявленные частотой 1333 МГц. Но, как вы понимаете, так как плата довольно-таки жирная, контроллер памяти находится в процессоре. На 55-м слоке он довольно-таки хороший. Мы попробуем его, соответственно, разогнать. И я ни слова, собственно, не сказал про процессор. Мы только знаем, что это 2 ядра. Вот. Но, собственно, каких? Так, и вот он, собственно, красавчик. Он же ж процессор-затычка в наше время. Никак у меня камера все не сфокусируется. Intel Core i3-3240. 3,4 ГГц тактовой частотой. 2 ядра. 4 потока. Кодовое название IVE Bridge. TDP 55 Ватт. Изготовлен по 22-нанометровому техпроцессу. Имеет кэш-память L3 уровня 3 мегабайта. Что довольно-таки круто. В рамках нашего проекта. Охлаждать все это дело будет. Кончелыжный. По-другому его назвать не могу. Охлад Deepcool Gamma Archer Pro. С якобы медной пяткой. Но на самом деле это такой себе охлад. Покупать подобное не рекомендую. Единственное его плюс. То, что он обдувает зону ВРМ. Дополнительно охлаждает оперативную память. Но что касается его исполнения и качества материалов. Это все дело посредственно. Подробный обзор на данный охлад есть у меня на канале. Ссылочку конечно же оставлю в описании. Если будет интересно. Предлагаю ознакомиться. Что касается видеокарты. Что же за игровая мощь былых лет будет у нас. Это единственная комплектуха, которая кстати не соответствует цвету. Прикольно получается. У нас синий, черно-белая сборка. И одна видеокарта красная. От компании Polite. Это у нас NVIDIA GeForce GTX 460. На целый гигабайт GDDR5 памяти. С шиной 256 бит. Графический чип GF104. Выполнен по 40 нанометровому техпроцессу. Имеет частоту в 700 МГц. Это соответственно сток. При попытках разгона можно поднять соответственно повыше. Видеокарта имеет на борту 336 встроенных унифицированных шейдерных блока. Поддерживает DirectX 11, который нам в нашем случае не нужен. От слова вообще нам и девяточки хватит. Шина, как я выше упомянул, в 256 бит. Довольно-таки жирная. С учетом GDDR5 памяти. Это вообще вау. В общем, для наших целей подходит как нельзя. Кстати, что касается накопителей. Как и говорил сранее, мы будем тут разворачивать RAID массив. Благодаря чему? Да потому, что на данной плате есть встроенный RAID контроллер от Intel. Который позволяет создавать массивы уровня 0, 1, 10 и 5 из SATA устройств. Соответственно, в нашем случае будет использоваться 3 жестких диска. Все они объемом на 160 гигабайт. Единственное, что получилось так в нашей жизни, что все они разных производителей. Один это Barracuda от компании Seagate. Второй фирмач Samsung. Тоже на 160 гигабайт, как было сказано ранее. И Western Digital Blue. Кстати, который тоже подходит по цвету. Блин, прикольно получает. Честно, специально не пытался в один цвет сборку замутить. Но, походу, надо будет видеокарточку как-нибудь поставить другой. Ладно, шутки, как говорится, шутками. Операционную систему мы будем устанавливать по, как говорится, стандарту. И плевать, что у нас тут уже не BIOS, а уже полноценный UEFI. Мы будем все это дело устанавливать с диска. Соответственно, нам понадобится, что, DVD-привод. И он у нас тоже от фирмы Asus. А это не хухры-мухры, как вы знаете. Тоже, соответственно, саташный. Проблем с ним никаких не должно быть. Что же касается питания. Тоже немаловажный вопрос. Многие задаются, каким же блоком питания Нирыч будет питать эту мощь. Представляю вашему вниманию старый добрый паверман на 450 ватт. И его хватит здесь за глаза. Никаких тут полутора киловатта и киловатта и прочей дичи не нужно. 450 ватт хватит нам вполне. Единственный нюанс какой. У нас здесь не хватит, в первую очередь, разъемов SATA для питания. Поэтому мы поставим сюда еще вот такой вот переходничок на два дополнительных разъема питания. И, что касается видеокарты, она же, зараза, требует аж два шестипиновых коннектора. В общем, один-то у нас тут на данном блоке питания где-то был. Не потерялся, надеюсь, так вот. Четыре пин. Где он, ешкин-матрешкин? Вот он. Шестипиновый коннектор есть. А как же подключить второй? Тоже все просто с переходником. Обязательно, ребят, нужно написать в комментариях, что все с переходником сгорит. И будет дома пожар и прочее, прочее, прочее. Вот, как вы понимаете, это все же сарказм. Самое главное думать головой в любых случаях жизни. Особенно при сборке компов. Мы видим тут два разъема Molex. Вот, не нужно их брать и подключать на один провод, ребята. Это получится полная дичь. Если вы подключите вот так, то с большой долей вероятности данный провод нагреется и может случиться что-то нехорошее. Всегда нужно на разные фазы подключать. Вот один провод. Вот, соответственно, пошел другой. Вот мы на второй спокойненько накидываем. И вуаля, красота. Если разъем болтается, то, ребят, ничего сложного тут нет. Просто поджать контакты. Да, и на крайняк. Если уж он прям пипец, какого плохого качества по проводам. Всегда можно подобные переходники делать самостоятельно. Во всем известном китайском магазине продаются отдельно все разъемы, типа папа и мама. Вот, специальные обжимные клещи есть. Вообще можно это обжать, в принципе, с помощью, не знаю, обычных пассатижей и прочего. Также все вот эти разъемчики стандартные. Молексы, 6 пин, 4 пин, там, 8 пин. Все они продаются. Главное, не перепутать провода. А то надо действительно случиться пожар. В общем, что, в принципе, вроде про все железки рассказал. Думаю, пора приступать к сборке тестового стенда. 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 Собран. Надеюсь, я ничего не забыл подключить. Подаем питание. Жесткие диски я специально подписал, так как уже до этого RAID массив строил, собственно, для проверки. Нажимаю кнопочку включения. Так, ну, вентили закрутились. Уже, как говорится, хорошо. Сейчас смотрим, что у нас тут по видеосигналу будет. Нам обязательно нужно зайти сейчас в BIOS, чтобы, собственно, вам я все моменты показал. Все. Отлично. Все устройства определились. Говорит, новый процессор инсталлирован. Ну да, я же его вынимал вам показывать. До этого не сбрашивался. О, извиняюсь, собственно. УЕФ его зовут. У нас вот тут даже мыша работает. В общем, вполне себе современная система. А как видите, у меня уже накопитель выбран, который я назвал самостоятельно. 3 HDD RAID 0 от Intel. Заходим в дополнительный режим. Вот процессор 3,4 МГц. Вот что касается памяти, то ее, соответственно, нам надо немного разогнать. Вайтвикерс заходим. Выставляем частоту 1800. Она, кстати, была тут установлена уже. Все, в принципе, вроде отлично должно работать. По конфигурации SATA. Да, заходим вот в этот вот. Дополнительно конфигурация, соответственно, этих устройств. И режим работы. В нашем случае должен быть выбран RAID. По умолчанию здесь стоит AHCI. Либо если вы старые системы ставите, то режим, соответственно, IDE. Выбираем RAID. Проверяем, чтобы все у нас жесткие диски определились правильно. Вот один, второй. И вот, соответственно, третий. А четвертое устройство, это у нас DVD-привод. Вот, собственно, все. Больше нам особо ничего не нужно. Нажимаем F10. Сохраняем. И при первом запуске, чтобы RAID массив нам построить, нужно нажать сочетание клавиш Ctrl-I. Вот, чтобы момент не профукать по этому классу на кнопке, как припадочной. Тара-тара-тара-тара-тар-тем. Ну, ё-моё. А он, сука, говорится, и никак. Вот. Вот, такое вот у нас меню тут появляется. У меня уже все создано. Как видите, три диска уже установлены. Помните, скорость, конечно же, станет выше, чем обычным диском. Это потом я все покажу в тестах. Но, в случае, если у вас отъедет хотя бы один из этих дисков, в мир, как говорится, иной, то все, все данные ваши потеряются. Соответственно, режим RAID 0, он со скоростью с высокой, но всегда нужно понимать, что есть риск. Вот у нас получается общий объем практически 450 гигабайт. Это с трех 160 гиговых дисках, что довольно-таки неплохо. В общем, вам нужно будет нажать здесь вот Create Rate Volume, и там дальше без особых проблем создать массив. У меня же уже все сделано. Вот. Перенастраивать ничего не буду. Нажимаем выход. И ждем, собственно, загрузку операционной системы, которая уже заранее установлена. Довольно-таки долго, кстати, запускается. Возможно, из-за того, что стенд пересобрали. Потому что до этого запуск был гораздо быстрее. Но, в любом случае, это тоже довольно-таки неплохо. Вот, как вы можете видеть, вот он, наш старый добрый рабочий стол со стандартными обоями Windows XP. Вот. В автозапуске у нас тут вот этот вот проигрыватель открывается. Это связано с Bluetooth-адаптером. Как бы то странно ни звучало. Свойства. Заходим. Как видите, определяет память правильно. 1,96 ГБ ЛЗУ. Почему не ровно 2 ГБ? Потому что есть встроенное видео, которое чутка забирает на себя оперативные памяти. Процессор определился правильно. Intel Core i3 3240 частотой 3,4 ГГц. Что касается драйверов. Ребят, благодаря тому, что Asus производитель довольно-таки неплохой, на официальном сайте есть все необходимые драйвера практически под любую операционную систему, начиная с Windows XP 32-разрядных вплоть до Windows 10. Вполне еще актуальной системы. Как вы можете видеть, все драйвера установлены. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 460 тоже определилась правильно. Поэтому что? Первый тест, который я хочу сделать, это прогнать в программе AIDA64 тест стабильности системы. Собственно, посмотреть, а что вот этот вот охлад, он же кулер, кусок этой шляпы китайской, по-другому не могу его назвать, справится он с TDP 55 Вт или нет. Мы же все-таки делаем сборку рабочую, а не так, что раз стрельнул, показал и все. Нет, ребят, у Нирыча подход всегда кардинальный. В общем, что? Запустили стресс-тест. Так, нам вот эти все ядра не нужны. Нас интересует только температура процессора и материнская плата. В общем, что? Встретимся через 10 минут. Ну вот, спустя 10 минут тестов видим следующий результат. Температура процессора стигла 58-59 градусов Цельсия, что довольно-таки много. Несмотря на то, что прост довольно-таки холодный, TDP у него всего лишь 55 Вт. Вот, собственно, ответ, почему данный кулер кусок, по большому счету, шляпы, а не нормальный охлад. С ним бы справился боксовый гораздо бы лучше и стоил бы он бы, ну, раза в 3, а может быть, в 4 дешевле. Как видите, дополнительного охлаждения никакого не устанавливал, то здесь все выключено. И это, опять же, открытый стенд, не забываем, то есть, если у вас будет все это дело собрано в непродуваемый корпус, то температура процессора, возможно, станет выше 60 даже градусов. Ну, в общем, что? Хватит мучить, собственно, старичка. Нажимаем стоп. И сейчас я подключу LAN кабель для того, чтобы выйти в интернет, как говорится, с любым вопросом. Так, вуаля. Идентификация, собственно, сойдет. Все. Интернет подключен. И, собственно, что? Для чего все это сделано? Да, для того, чтобы показать, как Windows XP в 2024 году может справиться с задачей выхода в интернет. Есть такой браузер Supermium. Для Windows XP их существует несколько рабочих. В данном случае этот мне понравился больше всего. Есть еще какой-то там 360 Extreme Explorer. Еще там какие-то. Честно, в эту тему еще подробно не погрузился. Посмотрим, собственно, что браузер на основе хрома может нам подать. И что-то он, зараза, не запустился. Ну, ешкин, матрешкин. Это ж перед видосом все запускалось, а сейчас не запускается. Все, работает так. Что-то у меня только камера не хочет фокусироваться нормально. О, красота. Ну, и давайте, собственно, что? Найдем тот самый Яндекс.ру. Быстрый, который поиск орет в интернете. На самом деле, он нифига не быстро. И вот она, тяжелая страница под названием Яндекс.Дзен. Так, не дает он мне тут закрыть эти всплывающие окна. Ужас. Одна реклама. Куда, как говорится, без нее. Как видите, процессор у нас нагружается всего лишь на треть. Страницы прогружаются без проблем. В принципе, вопросов особых нет. Какое-нибудь нейтральное видео бы включить. В любом случае у нас, собственно, звука сейчас не будет. Звука я записывать пока что не собираюсь. Вот какое-то у нас тут есть видео про обзор нового китайского автомобиля. Давайте посмотрим, что у нас найдет. Качество выставляем в Full HD. Больше для данного видео недоступно. И, как вы можете видеть, без проблем. Видос у нас крутится-вертится. Единственное, тут, походу, как в Ютубе включить нельзя статистику для сисадминов. Но, я думаю, ничего в этом страшного нет. А сейчас также попробуем открыть Ютуб. Кстати, на Яндекс.Зен жунируйся. Что же, канал есть? Если что, подписывайтесь. Ссылочку соответственно, оставлю в описании. Заходим в Ютуб. На главную страницу. без проблем. Как видите, железа вполне хватает. И на Windows XP вроде как это все работает без проблем. Давайте какое-нибудь 4К-видео просто ради интереса откроем. Получится у нас что-то или нет. Ну, вот, допустим, да, видеоматериал. Процессор поднагрузился, приблизился к сатирке, но ничего страшного. Видео обрабатывается. Сейчас у нас режим Full HD установлен. Давайте попробуем поставить 2К. А? Справится ли интересно наш аппарат с этим видео или нет? Как вы можете видеть, да, идут у нас дропнутые кадры, но что но? Да, процессор действительно нагружен в сотку, то есть 2К-видео в принципе доступно для данной платформы, но с небольшой натяжкой. Соответственно, Full HD без особых проблем, хотя вот странно, я до этого тестировал, дропнутых кадров честно говоря не было. Что-то странное происходит, но собственно показываю как оно есть. Вот, это связано с каким-нибудь замедлением YouTube, не знаю, но в любом случае для данного монитора с разрешением 1280 на 1024 даже Full HD это дофига. Тут хватит спокойно в 720p посмотреть. А, опять же, 60fps, да, возможно, видео в 30fps, которые я смотрел, оно спокойно в большом разрешении без дропнутых кадров работало. Ну, в общем, в любом случае интернет кое-как, но все-таки на Windows XP работает, не забываем, что тут есть проблемы с сертификатами, то есть от системы не поддерживаются уже, производителям компании Microsoft повернулась, как говорится, известной пятой точкой к нам, к пользователям Windows XP, поэтому вот приходится изобретать различные костыри. Ну, а сейчас, я думаю, пора переходить к различным синтетическим тестам, но для начала мне их нужно провести, а результаты я вам озвучу прямо сейчас. Начнем с теста кэша и памяти в программе AIDA64 и мы получаем следующие результаты. Скорость чтения 25727 мегабайт в секунду, скорость записи 26417 мегабайт в секунду, скорость копирования 24 054 мегабайта в секунду, при латентности 47,6 наносекунд. Как можете обратить внимание, память работает на частоте 1800 мегагерц, что является по сути разгоном со стоковых 1333 мы без проблем смогли поднять частоту до этих пределов. Причем я все это дело протестировал с помощью утилиты MEMTEST 86 все это было проделано на стриме. Вот смотрите результаты. А, ну все. Второй прогон попер. Окей. Память работает. Соответственно, что? Могу смело заявлять, что такие же даже дешманские мусорные модули могут на нормальной платформе вполне себе неплохо работать. Следующий тест это CPU Queen все в той же программе AIDA64 и получаем результат 23721 балл, что довольно-таки круто. Это на уровне с четырехъядерными Core 2 и экстримами. Вот вам и ответ, для чего нужен 1155 сокет. Потому что 775 какой бы хорош не был, все равно он устарел довольно-таки сильно и пропускная способность памяти, его контроллер, который находится в северном мосту, уже далеки от идеала. В программе Cinebench 2003 наш Core i3 3240 справился с задачей рендеринга картинки за 15,1 секунды и набрал 1741 балл. Производительность графики в связке с видеокартой GeForce GTX 460 В программе 3DMark 2001 SE результат получился более чем крутой 63 642 балла. В программе 3DMark 2003 результат составил 61 540 баллов. В программе 3DMark 2005 результат составил 30 557 баллов, что тоже довольно-таки серьезно. Следующий тест. Это я вам хочу показать пример насколько быстрее работает RAID массив нулевого уровня. На примере сравнение с обычным SATA жестким диском, у которого скорость чтения и скорость записи в районе 70 мегабайт в секунду. При подключении двух SATA жестких дисков в режиме RAID 0 скорость практически удваивается и становится 155 мегабайт в секунду. на чтение и 158 159 мегабайт в секунду на запись. После же установки трех жестких дисков в режиме RAID 0 скорость вырастает до 228 229 мегабайт в секунду на чтение. Скорость записи составляет примерно 225 мегабайт в секунду, что довольно-таки серьезно. Соответственно, подключив четвертый диск, скорость вырастет еще. Следующий тест это USB 2.0 против USB 3.0 также проведены под операционной системой Windows XP. Как можете видеть, скорость отличается в разы. То есть, если с USB 2.0 скорость чтения 30 мегабайт в секунду, скорость записи 20 мегабайт в секунду, то при подключении в режиме USB 3.0 скорость чтения вырастает до 118 мегабайт в секунду, скорость записи вырастает практически до 40 мегабайт в секунду. Тесты были проведены с такой флешечкой не так, которая соответственно поддерживает USB 3.0. Ну и последний тест это быстродействие в программе WinRAR. при двух минутах теста общая скорость 4795 килобайт в секунду, что довольно-таки серьезный результат. Чем хорош WinRAR тест, тем, что его результат зависит не только от процессора, но и от пропускной способности оперативной памяти, а также от скорости работы накопителя. Как вы можете видеть, практически 5 мегабайт в секунду WinRAR может спокойно на этом компьютере обрабатывать. Ну и переходим к самой интересной части данного видеоролика это игровые тесты. Все игры будут протестированы в разрешении 1280 на 1024, то бишь нативном, на максимальных настройках сглаживание единственное будет отключено в ноль и синхронизация кадров отключена. Первая игра на тесте Quake 3 Arena. производительность у нас ограничена в 91 FPS. Как видите, видеопамять потребляет игра всего лишь 39 мегабайт. На полном расслабоне трудится у нас видеокарта. Одно же ядро процессора напрягается практически в сотейгу. Игра идет крайне круто, мега просто плавно. Вот бы мне в начале 2000-х с такой производительностью погонять в кваку. Следующая игра на тесте Unreal Tournament 1999-го года. И FPS я смог вывести только с помощью программы Fraps. MSI AutoBurner отказывается работать с данным старым приложением. Идет она в 75 кадров стабильно. Ничего у нас тут не просаживается, не отсаживается и прочее. Причем какой нюанс. Частота монитора в данный момент выставлено 75 Гц. И я так подозреваю, что FPS равно частоте обновления монитора. То есть чисто теоретически если бы наш монитор был 100, а может быть и все 144 Гц, то число кадров было бы заметно выше. Carmageddon TDR 2000 или же в русской локализации Колеса Смерти. Аналогично как и с прошлой игрой, только фрапс смог захватить и показать какой же у нас тут фреймтайм, какое число FPS-ов и оно снова ровненько красиво в 75. Игра идет очень круто. Драйвовая, веселая, все детство можно сказать провел в этой игре. Как же не хватает современных таких вот веселых гоночек с такой интересной системой разрушения транспортных средств. Следующая игра на тесте серьезный Сэм. The First End Counter. Как видите, пока мы тут путаемся в этих всех лабиринтах, не можем найти выход. Частота FPS просто какая-то запредельная, в районе 500, а то и 600. Сейчас же начнется у нас замес и кадры должны малость просесть, но ничего, зараза, не проседают. Да не может же такого быть. Практически в 500 кадров игра идет, а нет, вот просела до вполне себе адекватных 400. Вот это вот я понимаю производительность. Вот, собственно, такое железо может дать нам такую просто неимоверную дичь. при том, что видеокарта нагружена всего лишь в 20-30 процентов, процессор же точно так же, как и в прошлых играх, нагружает только одно ядро, но не на 100 процентов. Это, опять же, приложение старое, еще многопоточность использовать неумело. Duke Nukem проект Manhattan аналогичным образом, как и в предыдущих играх, за исключением серьезного Сэма, у нас тут 75 FPS. Очень крутая игра, приколен такой платформер в полном 3D, идет очень круто, как видите, наше могучее мощное железо, просто на расслабончике, крутит, вертит данную игру. В общем, всем рекомендую к ознакомлению, игра классная, пройти всегда приятно и не особо напряжно. Гранд Зефт Авто в Иссити. И тут у нас тоже просто дикий показатель FPS, практически 3 сотки. Напомню для тех, кто не в курсе, старый движок у Rockstar имеет такую проблему. Если не залочить кадры в 30 либо в 50 FPS у более современных репахов и версий игры, то она будет вести себя неадекватно, как в принципе здесь мы это можем видеть. В общем-то движение задним ходом невозможно без ограничителя кадра нормальное. Также если вы заедете на песок, вы тоже там даже элементарно не сможете тронуться. Но как приятно смотреть на такие просто дичайшие кадры. The Elder Scrolls 4 Oblivion. И вот тут что-то интересно. Тут у нас фреймтайм какой-то рваный. Напомню, что настройки все максимальные. Разрешение нативное 1280 на 1024. У нас тут скачет то от 50, то 60 с лишним фпс. Играть в принципе можно. Да какой можно? Обалденно на самом деле эта игра идет. Единственное что все-таки настройки лучше подкорректировать, чтобы менее рваный был график фреймтайма. А так вполне себе прикольно. Халп лайф А2 И тут же со старта игры мы видим 200 с лишним фпс. Вот это нифига себе а сказал я о себе. Видеокарта трудится около 20% занято всего лишь 118 мегабайт видеопамяти и несмотря на это вы посмотрите какая обалденная картинка. Это просто вау какой-то эффект. При том, что оперативная память как видите занято всего лишь чуть больше гигабайта то есть еще гектарчик встает вполне себе свободный. Соответственно для подобных игр нам не нужны огромные объемы оперативной памяти чтобы по кайфу в них зарубиться. Как видите тоже игра страдает однопоточностью периодически у нас одно ядро процессора нагружается в сотку. Far Cry часть первая и при выходе на улицу видим больше 100 FPS сейчас начнется можно сказать бурная перестрелка или что-то около того и FPS у нас немножечко просядут но не критично игра идет классно плавно блин на оригинальном мониторе вот вы сейчас видите картинку в 30 FPS смотря на нее в сотку на мониторе с частотой в 75 Гц это прям какой-то вау-эффект как сейчас можете видеть когда мы заходим в какие-то здания FPS у нас вообще больше сотки поднимается без каких-либо проблем в общем игра идет классно всем рекомендую ее к прохождению следующая игра на тесте это уже вторая часть серии игр Far Cry как я считаю недооцененная так как мне она довольно-таки нравится я ее неоднократно проходил очень классная она по картинке и как видите данное железо позволяет практически тоже в сотку FPS проходить эту игру мочить как говорится противников бегать веселиться также что можно перемещаться на различном транспорте видеокарта у нас тут загружена уже побольше под 90% игра довольно-таки неплохо использует многопоток но все равно больше используется одно ядро процессора все-таки не забываем года берут свое и как и в прошлый раз оперативной памяти нам хватает тут за глаза всего лишь 1281 мегабайт оперативной памяти использован видеопамять загружена уже тут наполовину то есть 530 где-то у нас примерно мегабайт кратис легендарная игра уничтожитель любого железа опускатель так скажем производительности просто в нули и как можете видеть при максимальных настройках мы тут даже не можем получить стабильные 50 FPS постоянно что-то прыгает скачет график фреймтайма то ровненький то начинает дергаться в общем оптимизация игры сами понимаете на уровне не особо видеокарта загружена 100% процессор же у нас загружен чуть менее чем на сотку по крайней мере одно из его ядер и есть возможный потенциал еще куда развивать железо то есть возможно поставить нужно более мощную видеокарту тут опять же по оперативной памяти тут уже загружена практически до предела то есть 1664 мегабайта загружена оперативной памяти из 2 гигабайт детспейса часть 2 довольно таки прикольная игра когда-то проходил первую часть вот решил затестить вторую как видите у нас тут кадры тоже очень высокие видеокарты используют на все свои сто процентов и тут уже что видеопамяти что оперативной используется гораздо меньше чем в кризисе игра идет крайне плавно круто модно ну не особо конечно уже молодежно но прикольно всем рекомендую прохождению что первое что вторая часть зачетные need for speed ошиб и тут как вы можете видеть тоже довольно таки высокая частота фпс больше 70 игра идет достаточно классно вот не ожидал честно я от серии нфс увидеть хоть какое-то подобие ну серьезных таких гонок да аркадностью конечно же она страдает но все равно управление прикольное не совсем мыло то есть есть моменты похожие на действительно автосимулятор графика прикольная все красиво вот я даже честно в нее залип пока вот тестировал прошел несколько гонок блин классно видеокарта загружается практически на 100% оперативной памяти используется полтора гигабайта видеопамяти же используется 567 мегабайт сталкер зов припяти полное динамическое освещение все как положено настройки максимальные и как мы видим тут частота 75 фпс и довольно таки ровный график фреймтайма но единственный момент сам себе движок у сталкера не самый оптимизированный и поэтому при переходе тут между локацией да тут прогрузок нет никаких в зове припяти локации большие но все равно будет просадка фреймтайма как видите вот сейчас какой-то тут забор пошел вместо ровного графика во время перестрелки но все равно игра идет плавно то есть на глаза это все дело не давит 70 с лишним фпс мы стабильно получаем фоллаут 3 как вы можете видеть частота у нас также больше 70 фпс в среднем получается 75 тут самое начало игры куча каких-то сообщений не дает беседка насладиться геймплеем но как бы то ни было игра идет отлично гораздо более оптимизирована чем уже oblivion а я вам напомню если вы вдруг не знали что это две игры на абсолютно одном и том же движке что oblivion что 3 fallage что fallout new vegas да и по сути the elder scrolls 5 skyrim чуть доработанный использует но все же тот же самый старый беседовский движок в общем игра идет классно всем рекомендую прохождение что 3 fallout что new vegas а вот следующие части уже рекомендовать не могу ибо они кусок шляпы ну и последняя игра на тесте gta 4 как видите настройки у нас максимальные единственный транспортный поток убран до 25 не от того что компу плохо или же железо тут трудится еле-еле воспроизводит эту игру нет просто никто со стопроцентным транспортным потоком не играть но это бред вот один не сплошные пробки и как вы можете видеть в среднем 50 где-то 65 кадров игра выдает бывает она просаживается до 40 бывает поднимается до 70 с лишним все прекрасно знаете что 4 4 гта стабильной работой не жалуют да оптимизация у нее довольно таки плохая до сих пор адекватного патча я так понял не сделано и если брать в сравнении с гта 5 то во многих конфигурациях железо пятерка идет гораздо плавнее и стабильнее чем четверка но даже вот при такой производительности при средних 45-50 кадров игра идет просто замечательно как видите мы тут уже столкнулись с тем моментом что нам не хватает оперативной памяти и она загружена практически на максимум при том что видеопамять загружена тоже практически в шишку при гигабайте ее доступной используется практически 750 видеокарта при том трудится на 100% ну и думаю пора подводить итоги объясню тему зачем вообще вот таким казалось бы для некоторых людей извращением заниматься устанавливать Windows XP на около современное железо ну и начнем собственно по порядку есть такая тема довольно таки интересная есть определенная комьюнити у этого направления это установка Microsoft Windows XP на максимально возможное железо то бишь путь к максимальной мощной сборки на Windows XP зачем собственно все это нужно да для того чтобы насладиться играми теми самыми старыми несовременными репатерами которые разрабатывались непосредственно под операционную систему Windows XP вот вот как я привел многие игры к примеру многие конечно же не показал да потому что чтобы показать все игры замечательные которые хотелось бы увидеть не знаю полдня наверное идет чисто показывать геймплей при том что все подобные игрульки мы можем запускать не только в разрешении 124 на 768 а соответственно гораздо более высоком то есть это железо позволяет не то что в нативном 1280 на 1024 играть да спокойно даже в Full HD подключаете современный монитор и играете плюс многие люди очень сильно любят операционную систему Windows XP и соответственно что используют эти компьютеры как второй основной комп многие задачи с помощью него выполняют как вы уже видели в ролике спокойно мы можем выйти в интернет он работает да не без костылей но большинство сайтов без проблем через браузер Supermium открываются и работает дальше второй нюанс кого могут заинтересовать подлобные сборки ведь большинство скажут да ё-мое в 55 соке да у меня основной комп на нем там стоит десятка и прочее там крутая видя как RTX 2060 2070 стоит и куча игр тянут нафиг заниматься этим бредом рассказываю на многих заводах предприятиях различных фирмах есть старая оборудование есть станки о которых большинство людей даже не подозревают очень сложные дорогие которые могут стоить несколько миллионов и у них программное обеспечение может работать только например под Windows XP 32-битный и соответственно когда компьютеры выходят из строя в связи с своим приличным возрастом на что же его поменять и вот благодаря подобным видеороликам как мой можно будет без проблем понять какое железо можно спокойно около современное покупать и сделать соответственно вывод то есть что у нас по цене производительности самое объективное то собственно и взять в этом ключе в сборке под Windows XP такой можно сказать неадекватный на около современном железе это у меня же второй видеоролик первый если что ссылочка в описании был на сокете LGA 1156 и вот мы плавно подошли к сравнению собственно этих платформ почему же 1155 сокет все же лучше что касается 100% варианта что у вас все драйвера установятся и проблем никаких не будет это 1156 сокет потому что официально большинство производителей без проблем поддерживают данные платы то есть они выходили когда еще Windows XP была в принципе актуальной 1155 же сокет тут уже возникают вопросы тут конкретно от производителя материнской платы и различных компонентов которые на ней распаяны зависит есть ли поддержка Windows XP или нет и вот конкретно фирмы Asus платы можете брать без проблем да не без нюансов установка даже когда я первый раз скачал все драйвера для Windows XP установились они не все сразу нужно было подбирать версии опять же с того же официального сайта только на Bluetooth адаптер по-моему драйвера я где-то отдельно качал но в общем в любом случае разобраться смог один лишь только поисковой запрос в Google и все вуаля драйвера все установлены и вот опять же чтобы прочувствовать ту самую мощь максимальную сборочку которую возможно сделать под Windows XP при том что у людей может быть ограниченный бюджет и не каждый себе может позволить например видеокарту купить бушную 980 тяй на грубо говоря или 780 тяй соответственно они благодаря тестам игр и различным синтетическим могут соответственно понять какое железо их устраивает потому что вот подобную сборку можно ну знаю даже в районе 5000 уместиться это с учетом наверное корпуса блока питания и всего прочего что касается рейд массивов это никакая не панацея я понимаю что сейчас заполонили рынок китайские SSD но вы понимаете что на них цены растут соответственно всегда есть альтернативный вариант то есть почему бы вместо цены одного SSD не подобрать 3 или даже 4 жестких диска и не собрать из них рейд нулевого уровня единственное нужно понимать риск что если один жесткий диск отвалится соответственно весь ваш рейд массив идет лесом и придется все делать соответственно заново все данные потеряются но кто как говорится не рискует тот не собирает рейд массив из бушных старых жестких дисков ну что думаю сказал уже даже больше чем должен был в общем ребят если вам понравился данный видеоролик то можете подписаться на канал написать комментарий и поставить лайк под данным видеороликом также я видео сейчас начну дублировать на других площадках не только на ютубе но и в том числе на яндекс дзене и возможно каких-то других соответственно все ссылочки оставлю в описании а также в описании канала тоже есть различные ссылки как на другие платформы так например на мой профиль в вк и нашу группу он же сервер в дискорд в общем ребят всем пока до скорых встреч в интернете в в Продолжение следует...